Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Я всех приветствую и представляю нашего сегодняшнего гостя. Особое мнение которого мы будем слушать. Генеральный директор и главный редактор телеканала «Ранкиров» Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. И, как обычно, я хотел бы сказать, что всё сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. Спасибо. Так, я напоминаю... В вас обезопасить, что ли? Хорошо. Напоминаю нашим слушателям, что нас можно не только слышать, но и видеть. На нашем сайте хакирова.ру идёт видеотрансляция эфира. Там же через форму анонсов можно задавать вопросы нашему гостю. И можно их направлять нам через смс 8909-720-101 и 0. Я за телефоном слежу. Он у меня на столе. Перейдём, наверное, всё-таки к нашим вопросам. Пока ждём вопросов от слушателей. Юрий Львович не только руководитель медиаресурса, но и член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Так, покороче её назову. Да. Вот. При общественной палате Кировской области. При общественной палате Кировской области. Совершенно верно. И вот в минувшую субботу, прекрасная была в субботу погода, надо сказать, да? Да, немножко дождик шёл, но не страшно. Члены рабочей группы, то есть общественники в компании, в Рио губернатора Игоря Васильева отправились инспектировать некоторые участки ремонтируемых дорог. В частности, вы побывали на участке Киров-Русской дороги. Да. К ремонту которой множество претензий на протяжении последних двух недель, мы видим их. И вот что удивительно, что мне показалось удивительным в первую очередь. По итогам вашей проверки были совершенно разные отзывы, начиная от резкокритических, в основном в социальных сетях, от общественников, заканчивая вполне себе комплементарными. На сайте областного правительства был релиз. По итогам поездки Игоря Васильева я даже сейчас цитату приведу. На данный момент укладывается выравнивающий слой из черного щебня. Представители общественной палаты засомневались, что толщины в 5 сантиметров достаточно, видимо, для качества работ, да? Однако исполнители доказали, что технология соблюдается. Это прописано в техническом задании. 5 сантиметров. Там действительно было 5 сантиметров, но мы обнаружили места в связи с отсутствием проливки, прилипания этого первичного слоя не было. Не везде, в отдельных местах. Мы указали... Отклеился, ус отклеился. Да, ус отклеился, легко ножкой он убирался. А это из элементарной недоработки происходило. Они прочистили форсунки в машине, которая проливает битом. И было несплошное покрытие битом поверхности, которая должна идти в сцепление с черным щебнем. Эти замечания услышали, и я думаю, что в дальнейшем они их будут учитывать и будут исправляться. А дырки-то заделают? Ну, во-первых, это был первичный слой. Так что тут мы точно будем уверены, что еще 5 сантиметрами, согласно технического задания, они это дело сделают. Строгий наказ им дали. Да, хуже было то, что когда мы смотрели, когда в отдельных местах шло расширение дороги, там укладывали в неподготовленную поверхность. Вот это было хуже. Это мы про обочину сейчас говорим. Да, это не про обочину, это расширение дороги. Так, ага, вот так. Заказчик, эти вопросы под контролем групп общественного контроля. Появилось очень много, надо сказать, неравнодушных жителей, проживающих в этом районе. Я получал в день на свой рабочий номер, там, от 10 до 30 с лишним звонков. Ну, что самое приятное, правда мне приятно, что вчера были звонки. Их я не скажу, что там десятки были, но люди поблагодарили за ту работу, которую провели члены общественного контроля. Они увидели результат, где были исправлены там светофоры, подсыпки сделаны, это в районе Садаков. Хорошо, что много стало людей уделять этому внимания. Я думаю, что благодаря этому, так как нас, общественников, на самом деле, не очень много, в местах ремонта будет более-менее достойный контроль. И это позволит экономно расходовать средства, ну, то есть в полном мере их расходовать, а не экономить. И это даст результат, который мы должны увидеть весной, на самом деле. После того, как снег сойдет, не вместе с асфальтом. Ну, да. Ну, вот мы во время контроля видели о том, что есть участки дороги постгарантийного, которые под постгарантийным ремонтом находятся, это в районе метра, да, мы видели. То я надеюсь, что претензионные письма будут все же отправлены администрации. И этот участок будет за счет гарантий исправлен. Юрий Львович, я знаю, что вчера во время эфира мои коллеги Светланы Заньковы даже возмущенную смс-ку ей присылали. По поводу ремонта и качества ремонта дороги. Нет, наверное, не по поводу качества ремонта, а то говорили, что нам никто не мешает. На самом деле мешают, был даже такой прецедент, когда мне представители... Это в субботу, в субботу было. Да, исполнители заказа на этой самой трассе мешали сфотографировать на телефон о грехе, которые мы увидели там. Как-то объясняли они это, нет? Ну, нам же, говорит, не очень приятно это. А, вот так. То есть люди делают работу, а вы там мешаете. А мы мешаемся. Ну, так принято, чтобы общественники мешались. Скажите, пожалуйста, в планах рабочей группы, в планах в Рио губернатора какие-то совместные рейды значатся еще? Во-первых, надо сказать, что у нас в четверг будет совместное совещание, собрание группы в городской администрации, где будет принимать участие исполняющие обязанности губернатора, представители городской администрации и представители как заказчика, так и исполнителей работы. Вот к этой встрече мы подготовили определенный документ. Он такой в черном виде. У меня вот здесь... На телефоне. Да, на телефоне написано. Какие вопросы мы хотели бы проговорить. Они касаются, конечно, уже больше 2018 года, чтобы те грехи, которые мы увидели своими глазами в этом году, были исправлены в следующем году. Что... Это никакой не секрет, поэтому я могу озвучить, если... Давайте, давайте. Во-первых, мы посчитали нужным провести паспортизацию дорожного покрытия улиц города Кирова. Паспортов на дорожную сеть в Кирове, к сожалению, нет. То есть зафиксировать их состояние? Да, зафиксировать их состояние. Потом мы пришли к тому, что должно существовать три вида планирования. Это срочные, среднесрочные и перспективные. Вот вдруг к нам опять свалятся какие-то деньги. У нас же выборы с определенной периодичностью часто приходят. Но в 2018 году они точно будут. Точно будут, да. Но они, правда, будут до того, как дорожная работа будет идти. Но это не меняет обстановки, да. Поэтому город должен быть готов к различным программам. Соответственно, должны быть подготовлены сметы. Ну, вдруг вот счастье приварит. Вот есть же такая территория на нашем постсоветском пространстве Чеченской республики. Там раз, Аллах, и деньги дал. Вот Кировская область тоже может что-нибудь да получит. Всяко же, видимо, бывает. Так. Ну, вот это мы хотели предусмотреть обязательно. Это документальная большая работа такая, да, с бумагами? Да, это одна из очень важных работ. Вот еще хотелось, чтобы предусмотрели, так как дороги идут у нас через места, где находятся различные коммуникации, то согласованность ремонта коммуникаций с ремонтом дорожного покрытия. Мы неоднократно видели раньше, как мы положили свежий асфальт, потом приезжают там энергетики, какие-то, ну, кто-нибудь приезжает, все это вскрывается, заделывается это где-то хорошо, где-то как обычно. Поэтому лучше совместить все эти виды работы. У меня есть плановые работы. Конечно, когда происходит авария, тут ничего нельзя. Но есть же плановые работы, которые проводят эти все смежные организации. Ну, не смежные, а организации, да? Вот это надо было обязательно предусмотреть. Следующий вопрос. Как говорил наш исполняющий обязанностей, комплексный подход к ремонту дорожной сети, которая будет включать в себя еще бордюры, ливневую канализацию, которая во многих местах у нас в городе отсутствует. Я, насколько знаю, в контрактах этого года, говорят, в некоторых местах даже не прописано. Нет, никто ничего не забыл. На самом деле, это все досужие разговоры. Могу эту кухню вам открыть, у меня ничего такого нет. Открывайте, открывайте, открывайте. Значит, Минтрансам Российской Федерации говорено, я, может, в 10 рублях могу ошибиться, что квадратный метр ремонта дорог должен стоить 1260 рублей. В связи с этим, вот, например, улица Труда, на которой 154 люка, а в смету попало всего 5. И потом отдельным лотом будет разыгрываться подъем колец и, соответственно, их обработка. Почему произошла такая ситуация? Действительно, наш ДДХ не имел права и возможности использовать средства выше 1260 рублей на квадратный метр. Вот такая ситуация. Это такой советский подход к трате денег произошел. Планирование. Планирование, да. В связи с этим также получалось, что на отдельных участках, где отсутствовали бордюры, их нельзя поставить. И надо или находить внебюджетные средства для этих работ. А есть выход-то какой-то? Как это можно сделать? Ну, то есть хорошо, вы пропишите в документах, что надо поставить бордюры, надо сделать люки заранее. А сумма-то, она ведь не меняется. Совершенно верно. Можно сделать тогда не 10 километров дорог, да, а 7. Но качественно 4-5 лет к ним не подходить. А на местном уровне это возможно как-то решить? Оговорить, прописать? Ну, что-то возможно, что-то нет. Но все равно за цифру, которая... Но бороться надо. Ну да, надо выходить с предложениями соответствующего плана. Потому что если мы не будем заниматься системой водоотведения, канализацией на дорогах, то мы приведем к тому, чему мы пришли. Ну, асфальта она долго не хватит в таком случае. Воде-то некуда уходить? Ну да, конечно. Также мы заострили вопрос о том, что были неподготовлены покрытия. Это тоже в ТЗ не было. В этот раз укрепляли остановки, что очень хорошо, дорожными плитами. В прошлом году их нельзя было, потому что Минфин категорически запретил, кроме вот покрытия полотна, ничего не было. Шаг в сторону расстрел. И гидроизоляция не проведена, потому что опять это нигде в ТЗ не прописано. Конечно, проведение гидроизоляции хоть какого-либо плана позволило бы этим плитам сохраняться на дороге, понятно, что намного больше. Этого нет. Ну, по всем остальным грехам, которые там есть, у нас есть определенный перечень по материалам, по качеству укатывания дороги. Есть специалисты более грамотные в этом техническом вопросе, хотя я сам уже ГОСТа и с ним бы пришлось выучить. Все же я на инженера учился, поэтому мне не так сложно было это читать. Но я все равно теоретик в большей части, конечно. Ну, что-то такое фрезерование смежного слоя и все остальное я уже теперь тоже освоил. Это кто-то другой в этой части. Есть более компетентные люди, я думаю, что вы их пригласите, они вам это озвучат. Но я уж анонсирую тогда, раз Юрий Львович сказал, что завтра мы планируем все-таки тему по дороге Киров-Русская взять более широко. В рамках нашей программы Урбан придут к нам ваши коллеги по рабочей группе. Будет у нас на телефоне и представитель дирекции дорожного хозяйства, то есть заказчика, насколько я понимаю, будет исполняющий обязанности министра транспорта. Возможно, будут подрядчики, то есть исполнители работ. Люди высокой компетенции. Ну, Юрий Львович, я все-таки думаю, просто мы эту тему подробно разберем. Анонсирую наших слушателей. Я буду с вами на созвонить. Отлично. Спасибо. Слушайте нас и добавляйте свои ценные замечания. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально минуты и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Мы слушаем особое мнение генерального директора главного редактора телеканала РЕН Юрия Шлемензона и Юрия Львовича в нашей студии. Продолжаем, ну и, наверное, переходим к следующей теме, потому что тему дорог мы логически завершили до перерыва анонсом нашей завтрашней программы. СРА не будут выдвигать кандидатов в губернаторы. Вот такую новость нам вчера в рамках дневного разворота озвучил руководитель рекотделения партии «Справедливая Россия» Сергей Доронин. Сергей Александрович говорит о том, что выборы в Кировской области в некотором смысле превратились в профанацию. Результат заранее известен. И поэтому «Справедливая Россия» на местном уровне приняла решение никого не выдвигать. Мне очень сложно комментировать. Раз лидер партии принял такое решение, значит, оно чем-то обосновано. Лидер рекотделения. Да, рекотделения, конечно. Принял такое решение. Я думаю, что его нет смысла даже обсуждать. Юрий Львович, а почему вы думаете, Сергей Александрович полагает, что все заранее решено? Я не знаю. Вы согласны с этим? Наверное, у него есть такие аналитики, которые это все дело исследовали. А так-то я думаю, что у них просто нет средств на предвыборную кампанию. Понятно. Это мое мнение. У остальных есть. Но ваше особое мнение, конечно. Вы имеете право. Юрий Львович. Не изучал вопрос. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания нескольких предыдущих созывов, в нашем эфире не так давно говорил вот о чем. Он говорил о том, что единственная возможность, видимо, все-таки для оппозиционных партий красиво, скажем так, выступить в кампании губернаторской, это объединиться. Об этом говорили, об этом говорили с весны, что должен быть единый кандидат от оппозиции, за кого все настроенные голосовать за оппозицию отдадут свои голоса. В итоге, как мы видим, оппозиционные партии наши на местном уровне не договорились. Я очень сомневаюсь, что никогда не договорятся. Дмитрий Русских предполагает, что им не дали такой возможности. Я думаю, что даже если бы их заставляли, то они бы это не сделали все равно. А почему каждый тянет одеяло на себя? Они все такие достойные очень люди, с большими амбициями и пониманием того, как надо руководить областью, поэтому им очень сложно договориться. Я думаю, что скорее бы получилось, если бы был представитель, нет, внепартийный представитель, то ему было бы легче вести всю остальную работу по выбору. Но за него ведь должны голосовать и сторонники партии в том числе, чтобы он набрал хотя бы более-менее весомый процент. Чтобы его допустили сначала к выборам. Муниципальные фильтры надо пройти. Понятно. Ну, то есть у нас скучными будут выборы губернатора? Ну, я не знаю, насколько они будут скучными, конечно. Я еще не помню, чтобы выборы у нас были скучные. Это у меня уже выборы пятого губернатора. Так. Поэтому я не видел. И каждый раз что-то интересное. Всегда возникало что-то интересное. Но мы можем хотя бы заранее примерно предсказать, вот какой-то расклад. Нет? Я пока не вижу Игоря Владимировича серьезных конкурентов, на самом деле. Достаточно опытный человек, поэтому понимает, что делает. Думаете, предсказуемо все? Сказать все можно только вот товарищ, который... Юрий Львович вверх посмотрел. Ну, в общем, нет конкурентов. Ну, это еще не факт, у нас еще выдвижение идет. Да, еще не закончилось. Еще есть шансы. Есть, конечно. Хорошо, хорошо. Отлично. Перейдем к еще одной теме. Тема, связанная с экологией. Вопрос вам не чужой, не чуждый. Да, далеко не чуждый. Два важных вопроса обсуждалось. Очень часто на канале уделяем внимание этим вопросам. Ситуацию в каком-то объеме немало мы знаем, конечно. Теме размещения нового полигона отходов в деревне Осенцы наверняка поднимали. Да, мы поднимали. Вопрос, во-первых, я бы хотел сказать, что полигон, конечно, нужен. Полигон, который у нас находится в Косте, он уже по всем нормативам перегружен. Он доставляет неудобства. К сожалению, жилье к нему очень подвигается. Что есть. Не хорошо. Я не думаю, что мы должны дойти до той ситуации, которая недавно была озвучена нашим президентом в Подмосковье. Когда в течение суток пришлось закрывать свалку. В Балашихе. В Балашихе, да. И вопрос этот надо решать. Понимаю, что вопрос непростой. Ну, вот даже если говорить по Осенцам, то специалисты находили решение размещения там полигона. Он, во-первых, совершенно по другим технологиям. Это не так, как сделано в Костино. Это такое уже помышленное производство, будем говорить. Я думаю, что люди, которые живут рядом с полигоном, если бы получили ряд компенсаций в виде жилья или средств на приобретение жилья, то этот вопрос подвинулся быстрее. Потому что, насколько я понимаю, что экологическая экспертиза позволяет строить. Насколько она достоверна, я не берусь судить, потому что я не изучал так глубоко этот вопрос. Я думаю, что это государственные органы все же выдавали. А государственным органам мы же всегда доверяем с вами. Особенно, когда есть много интересантов в этом вопросе. То, соответственно, может там все и хорошо. Послушайте, но где же мы возьмем средства на компенсацию? Хоть жильям, хоть ингами. Средства надо находить в бюджете. Так нет в бюджете денег. А кто вам скажет? Кировская область вся в долгах. Ну, этот вопрос такой, насчет денег, мы можем долго полинезировать с вами. Говорит, что у нас на Уорку дорог нет, нет на ремонт. А я говорю, что нет контроля. За расходованием? Да. За выполнением работ. То есть деньги платятся, а работы не выполняются. В должном объеме, согласно тех же технических заданий или контрактов прописанных. Если мы должны там снега убирать, с какой периодичности структура, вы знаете? Там, по-моему, от толщины зависит, насколько я помню. На самом деле существует ГОСТ, разработанный нашим великим министерством, разработанный в 2009 году. В этом ГОСТ очень подробный. И там все до миллиметра расписано. Даже как должны двигаться машины в зимний период по дороге, убирать в каком порядке, с каким расстоянием от бордюра или ближе к бордюру, как должны щеточки крутиться в каком месте, как летом полив должен происходить, дорожного полотна, как должны тротуары, это все на самом деле расписано. И если бы это выполнялось, поверьте, контролировалось, то результат был бы совсем другой. В тех городах, где реально контролируется, вот как в Макдональдсе, в туалетах, извиняюсь, должен в 6.45 прийти рабочий убрать, да? А в 6.46 должен зайти менеджер, который должен проверить. И расписаться. И расписаться. Так вот, если бы за нашими контролерами, которые есть в каждом территориальном управлении, они реально есть. И они не ставили 5 баллов чехом по всему, да? А ставили где-то 5, а где-то 2 балла. А когда 2, это всего лишь 15% от стоимости работы, которые бы платили, то, поверьте мне, через определенный короткий период времени этот участок убирался в должном объеме, да? Поэтому говорить о том, что денег нет, у них всегда нет, даже в больших, богатых городах. Их, на самом деле, всегда говорят, что денег нет. Денег всегда нет. Денег всегда нет. И если будет отсутствовать контроль за выполнением работы, он практически... Ну, он есть, но не в той мере, в которой бы хозяин настоящий это делал. То с появлением людей, которые могут вести, заниматься именно контрольными функциями, понимая сам уровень работы, а не приходящие, которые могут управлять всеми, вся, да? У нас есть такие прецеденты. Не будем озвучивать их сегодня. Мы прибережем это для следующей программы. Хорошо. То картина бы даже в нашем небогатом городе, я думаю, что изменилась бы в лучшую сторону. Хотя видно, что у нас нет, конечно, изменения в нашем городе есть. Мы с вами гуляем по хорошей набережной. Ее убирают ежедневно. Вот я каждое утро там бываю практически, когда осадки не мешают этому делать. Мы видим, что к 7 часам, в отличие от других мест города, уборка там закончена. Там стоят мешки с мусором, урны вычищены. И людей на набережной утром достаточно много. Там, если раньше к тренировочным таким... Вы знаете, там два места есть для более усиленных тренировок, и для таких людей, как я, постарше. Если раньше там было все пусто, то сейчас в очередь стоят люди утром, чтобы позаниматься на снарядах. Потому что там чисто, опрятно. Красиво. Красиво, да. Птицы поют. Хорошо, Юрий Львович, все-таки ближе к свалке. Со свалкой, значит, надо заниматься, и заниматься очень серьезно. Вопрос серьезнейший. Скажите, пожалуйста, вот вы видите, что с людьми, местными жителями кто-то реально работает? Кто-то пытается им что-то объяснять. Выезжает, я знаю, группу. Кто-то там приезжал. А люди по-прежнему недовольны. Потому что с людьми надо и учиться, и, знаете, разговаривать. Вот и все. И кто же должен это делать в первую очередь? Это должна делать администрация. Местные власти. Местные власти. Если им очень тяжело, должны привлекать компетентных общественников. Такие люди есть. И в общественной палате, и в других органах, которые знают. Журналистов привлекают, еще кого-то. Кто этим же желает сам заниматься, конечно. Я думаю, что можно разъяснить. На самом деле информационная работа в этих вопросах очень важный фактор. Не менее важный фактор, как сама экологическая экспертиза. Местные власти. Ну, кому приятно свалка? Никому не приятно. Но если правильно объяснить, и она реально не мешает в том громадном объеме, который представляется людям, то вопрос решаемый. Ну, а если нет, надо компенсировать. Это нормальное взаимоотношение. Хочет, чтобы было кому-то хорошо, кому-то надо тоже сделать хорошо. Ну, понятно, сделать приятно. Не обязательно деньгами, возможно, а какими-то другими. Натуральным жильем. Какими-то другими вещами. Да, может быть, объяснить, что вот мы вам здесь свалку, а взамен бассейн 50-метровый рядом с домом. Ну, что-то такое. Хорошо, еще один вопрос, тоже экологически связан, опять же, с захоронением отходов, в некотором смысле. Это еще более худший вопрос. А Морадыкова. По Морадыкова. Вот мне вообще непонятно, почему должны из Удмуртии перевозить сюда якобы третью группу категории, да, они называются вещества. Во-первых, проект... Третьего класса опасности, по-моему, так. Третьего класса опасности, совершенно верно, правильно говорите, ведь проект Морадыкова был рассчитан под определенные технологические операции, соответствующим объемом захоронения. Так ведь? Верно. Так как задачи все выполнены в нужном объеме, практически там не должно быть места для захоронения чего-либо. Если говорится, что переработка веществ из комбарки в Удмуртии третьего класса опасности, то это, будем говорить, бытовые отходы, которые храните у себя дома и не делайте из Кировской области свалку всего и вся, потому что контролировать привезли этого третьего класса. Потому что у нас в Костино и так места нет. Да, у нас в Костино и так места нет. Я поэтому не вижу в чем... Во-первых, я не понимаю экономическую результат для самой области. Вот, Юрий Львович, это самое главное. Нет, если там после этого появится у нас для малоимущих порядка 300-200 домов. Так а почему не озвучивается-то эта информация? А ее нет, потому что кто нам обещал счастье? Если о чем-то говорились, если Удмуртия что-то нам дает за то, что мы принимаем отходы, Минобороны? Это решается где-то на федеральном уровне, я думаю. Не Минобороны даже. Есть программа уничтожения химического оружия, это федеральная программа. А что случилось в комбарке, почему у них не хватило места или бочек, которые уплыли в неизвестном направлении, заполненные определенными слитками, то мы этого не знаем. Юрий Львович, вот смотрите, по результатам заседаний в общественной палате, посвященным в том числе этому вопросу, говорилось о том, что есть прямо у общественников желание чуть ли не в прокуратуру обращаться с просьбами о проверке. Такой вопрос, там компетентные специалисты же это обсуждали в общественной палате, и подготовили рекомендации по этому вопросу. Так, ну и мы можем... Ну так как никто же не понимает, что это уже решенный вопрос. А он точно уже решенный? Нет, я говорю, что нет такой уверенности, что это решенный вопрос. Таких документов, насколько я знаю, не предоставлялось. А на местном-то уровне, мы на федеральном, можем повлиять каким-то образом? Наверное, можем, не знаю. Но это на уровне общественников прокуратуры будет, или это люди, надо на улицу выходить? Нет, ну никуда бегать пока не надо, я думаю. Мы не призываем ни в коем случае. Если прокуратура не решит эти вопросы, ну может почему тогда и нитинг не организовать по этому поводу. Еще в этом страшного нет. Люди должны выражать свое мнение в рамках закона, и в этом ничего предусмотрительного нет. Просто мы забываем, что у нас есть возможность в рамках закона провести нитинг, заранее подав заявку, и, соответственно, определим место и время его проведения. Ну а если не доводить-то все-таки до митинга? Может мы как-то, ну я не знаю, общественники призовут, региональные власти, выйти и объяснить. Областное руководство. Которое не объясняет. Ну они еще не разобрались до конца, но когда разберутся, ну расскажут. Да уж несколько месяцев вопрос обсуждается. Сколько же можно разбираться-то? Ну к нам пока ничего и не везут. Ну обещают. Ну значит, будем препятствовать ввозу этих веществ. Хорошего-то еще в этом нет. Встанем на трассе и не пустим. Да. Понятно. Нет, вопрос очень действительно важный, поэтому замалчивать его ни в коей мере нельзя. И я думаю, что СМИ достаточно много уделяет этому вопросу внимания. Разного уровня, там электронные, печатные СМИ. И так как у нас есть люди, которые за этим вопросом следят, работающие в общественной палате, в институтах нашей области, в правительстве в том числе, они же тоже здесь живут, они же не собираются в течение двух месяцев кто-то куда-то деваться. А мы все прекрасно знаем, что уровень саженокозаболевания в области растет. Насколько я знаю. Может я ошибаюсь, но мы, кажется, растет. Может быть. Сделаем небольшую паузу, две минуты рекламы. Вернемся, напоминая, что слушаем особое мнение Юрия Шлеминзона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкиров». И мы продолжаем выслушивать особое мнение Юрия Шлеминзона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкиров», члена рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, напоминаю. Об этом мы тоже поговорили. Но у Юрия Львовича, насколько я помню, в общественной палате была и другая, скажем так, сфера, которая его очень интересовала, это борьба за здоровый образ жизни на всех фронтах. Мы регулярно вас подключали в наши эфиры по потребности дать обоих комментарий. С появившими мы практически поборолись, да? Да. По запрету продажи алкоголя, табака и прочих вещей. Ну и вот, собственно, новость вчерашнего дня. Новость касается, да, вредных привычек в некотором смысле. Директор православной гимназии, она здесь у нас недалеко, рядом с театральной площадью, потребовала закрыть кальянную по соседству. С образовательным учреждением Елена Мошкина обратилась в Роспотребнадзор, сообщает наши коллеги с портала Первоисточник. Считает, что кальянные должны быть на таком же удалении от школ, как и точки по продаже сигарет и спиртного. Ну, в своем праве, да, руководитель образовательного гимназии не послушался, он такой, нехороший в этот раз, и сказал, что это должно быть. Вообще, там рядом находится еще заточка ножниц и ножей. Так. И вот я бы очень озаботился госпожа Мошонкина. Мошкина, Мошкина, Глена Николаевна Мошкина, да. Я бы озаботился наличием такого опасного соседства и вынес предложение закрыть его. Можно нанести травму учащимся. Физическую и моральную. Ага. То есть вы против закрытия кальянной? Нет, мне бы как-то все равно на самом деле. И отнесение ее на безопасное расстояние от школьника. Мне, кстати, понятно, чем помешало это заведение. Ну, вот смотрите, первоисточник приводит слова, да, ученики гимназии. Вы доверяете ему, да? Первоисточнику? Ну, я думаю, что они комментарии брали все-таки непосредственно у Елены Николаевны. Первоисточник пишет, что ученики гимназии православные туда не ходят. Но другие подростки часто по ночам туда ходят. Госпожа Мошкина это изучала, что вот они там по ночам ходят. Ну, я думаю, что, наверное, есть такие разговоры. Я на телесериалов их не досмотрелась. Да нет, ну что вы. Ну, у нас вообще работы с подростками-то ведь выстроены, я так понимаю. Должны же следить за тем, чтобы они ночами не шлялись. Никто не ходит, нас наказывают за это дело. Реально ходят участковые, дружинники и другие проверяют такие места. Вы их видели? Я сам ходил, знаю. Так. Да. И как? Даже член общественного совета при УВД. Много ли там подростков в кальянных-то? Я не видел, честно скажу. Может, они в какой-то особой кальяной. Вот в этой кальяной не был, не буду говорить. Но я почему-то не видел подростков после там вечера, особенно ночью, сидящих в кальянах. Да, студенты, конечно, есть там. Но они совершеннолетние уже. Совершеннолетние, да. И как соседство с этим учреждением мешает, не очень понятно. Ну, потому что ученики православной гимназии ночью, когда студенты сидят в кальянах и должны быть дома. И, скорее всего, они дома. Наверное, да. Надо проверить, на самом деле. Может, и не так это. Помочь госпоже Мушкиной в проверке соблюдения режима школьника. Юрий Львович, но это ведь вообще, на самом деле, достаточно серьезная тема. Это уже не первый случай, когда соседство двух разнонаправленных, скажем так, учреждений друг другу мешает. То есть мы все помним, как, по-моему, по инициативе Спасского собора, да, вот тут были претензии к бару «Фабрика» в Уржуме, была такая же история, да. Ну, бывает. Ничего, мы это переживем. А примирить-то как-то можно людей или нет? Ну, а вот все понятно. Надо чаще обращаться. Не мирских властей задач. Конечно, зачем? Вот там все рассудит, растает на свои места, придет время, и все будет нормально. Укальяна упадет прибыль, и она закроется сама собой. Ну, наверное, да, если там решат. Там решат, да. Я надеюсь, что мы сейчас ничьи чувства не оскорбляем. Мы совершенно не ерничаем, мы абсолютно серьезно. Я серьезно про это говорю? Хорошо, Юрий Львович, еще одна тема, она федеральная, но косвенно связанная, значит, с борьбой за здоровый образ жизни. В ЦИОМ, Всероссийский фонд изучения общественного мнения, по-моему, так он называется, Центр изучения, да, провел опрос, по результатам которого сообщил нам, что большинство россиян одобряют введение уголовной ответственности за прием наркотиков. Вчера были опубликованы данные. Что интересно, 78% одобряют введение уголовного наказания за прием наркотиков. Это никто не видел, как задается этот вопрос. Да, мы знаем, да, как проводится вопрос. Потому что технология задания вопроса дает соответствующий результат. Вот, именно. Сказали, сказали, да. Да, но при этом, смотрите, 78% одобряют введение уголовной ответственности, 45% считают наркоманию болезнью. То есть люди готовы своих больных сограждан. Я думаю, что все же принудительное лечение наркозависимых надо проводить. И только тогда есть в этом результат. Все добровольные лечения мы знаем, ну, я, по крайней мере, знаю, заканчивается с тех фактов, что я видел и в свое время. Я этими вопросами занимаюсь в общественной плате. Они заканчиваются не очень удачно. А вот в отношении уголовной ответственности за распространение двумя руками и жесткое должно быть наказание. Ну, если человек больной... Так она ведь есть сейчас, насколько я понимаю. За распространение. Даже можно ее углублять и расширять и так далее и тому подобное. Ужесточать законы. Ужесточать, конечно, да. Не так, как в Филиппинах, конечно, голову отрубать, и руки, но наказывать. И наказывать у нас серьезно. Если вы посмотрите, то практически раз в месяц в Кирове осуждают людей за распространение наркотиков. И это очень правильно, что ведется такая целенаправленная работа. А больных людей уголовно наказывать, в моем понимании, нельзя. Вот принудительно лечить, я за. А вот уголовное наказание... А каким образом можно наркомана лечить принудительно? Ну, вот смотрите, в Екатеринбурге, мы знаем, был фонд «Город без наркотиков», который когда-то возглавлял нынешний мэр Евгений Ройзман. И к нему было множество претензий. Положительные результаты были? Были. А вспомните совсем недалекий период развитого социализма. У нас ведь принудительное лечение было. ЛТП? Не-не. А это вы про другое? ЛТП — это которые неправильно умели пить алкоголь. Так. Наркозависимых лечили в специализированных наркодиспансерах. У нас объекты там высокой архитектуры совсем недалеко от вас находились раньше. Сейчас их успешно. На улице Московской. В сквер превращают. Или не в сквер. Или не в сквер. Но все равно превратили. Слава Богу. Юрий Львович, так ведь законодательство надо переписывать. Насколько я понимаю из наших разговоров со специалистами Минздрава. Невозможно оказывать человеку медицинскую помощь против его воли. Да, у нас сейчас закон запрещает оказывать медицинскую помощь, в том числе и лечение от наркозависимости без согласия. Вы спросили мое мнение? Да. Я неправильный. Говорю, что да, надо принудительно лечить. И менять закон. Ну, да, конечно, менять закон. Это по законодательству надо делать, иначе можно получить это самое, как положено. У нас прецедент есть. Иначе уголовное наказание будет не наркозависимым, а другим людям. Мы видели эти прецеденты, да. Они были. Понятно. Хорошо. Но лечить их надо, это болезнь. Это болезнь. Но уголовное наказание не нужно. Не согласны с большинством России. Хорошо. Да я такой, я со многим был не согласен. Но это особое мнение. Вы в своем праве. Еще одна тема. Можно о ней поговорить, безусловно. Телеграм. Юрий Львович, вы пользуетесь? Да, я пользуюсь. Удобно? Я читаю ленты, таких ведущих, как я считаю. Я должна сознаться, я темный человек. Я не пользуюсь. Там очень много есть согласений. Даже такой сайт, который разделяет по различным направлениям. Я смотрю два раздела, касающиеся кулинарии и политики. Ну и несколько местных телеграм-ботов. У нас тоже есть в Кирове уже телеграм-боты. Есть. Есть, да, одни более популярные, другие менее популярные. СМИ ими активно пользуются. Мы их рекламировать не будем. Хорошо. Потому что правилами вашей радиостанции это запрещено. Почему это? Реклама в эфире, конечно, запрещено. Бесплатная реклама в эфире, она везде запрещена. Мы же джинсой с вами не будем заниматься. Не будем, хорошо. Поэтому вот я вам могу показать, что у меня есть вот такой список телеграм-каналов, которые вы пользуетесь. За последнее время я заметил, что людей, которые есть у меня в списке контактов, за последние три дня рост участников телеграма раз в 8-10 увеличилось. Ну, вообще и федеральные эксперты тоже сообщают о том, как только появится информация о запрещении телеграма, так сразу же... Я хочу вам сказать, что я уже настройки сменил. Так. Ну, вот потому что... То есть вы без телеграммы не останетесь, если что? Ну, нет. На самом деле есть другие формы для этого неопределяющие. Я думаю, что те, которые пишут сегодня в телеграме, завтра появится бум-бум там-там или еще какой-то. Это невозможно остановить. Это надо закрыть интернет. Можно закрыть интернет? Нельзя. Ну, да. Ну, вообще теоретически можно, конечно. Фаервол, который поставили китайцы, он всем фаерволом фаервол, да? Ну, мы же уже все знаем, что у нас VPN-то стоят, да? Мы когда-нибудь там... Невозможно было... Да мы сейчас про обходные пути говорим. Не всем нашим слушателям просто понятно, что такое VPN. Ну, да, да. Про некие пути достижения информации. Ну, бывает же, что ошибочно там закрывают сайт, да? А потом открывают. Вот нужна. А потом открывают, да. А пока его открывают, пользуются VPN-ом. И спокойно заходишь на этот сайт и читаешь нужную для тебя информацию. Мы можем о перспективе телеграмма поговорить. А на самом деле есть такой сайт. Я вот случайно его обнаружил. А будем рекламировать? Я название не воспроизведу. Точно оно из двух слов состоит. В котором скранятся скриншоты вообще всех материалов, опубликованных в интернете за последних 12 лет. И если там порыться, то можно все найти. Что было до того, как ты начал это смотреть. Юрий Львович, ну, хотя бы людям-то направление дайте. Куда идти-то? Из двух слов состоит название. Ну, не знаю. Телеграмм это телеграмм. Я пользуюсь вот вайбером, ватсапом пользуюсь. Много у вас возможностей. Понятно. Да. Вот я, к сожалению, больше пользуюсь Гуглом, чем Яндексом. Вот закрой Гугл, для меня будет это не очень удобно. Перейдете на Яндекс. Будете поддерживать отечественных разработчиков. Да, ну, Телеграмм это же отечественные разработчики. Конечно. Но какой-то такой, к которому много претензий. Ну, неправильно ведет себя товарищ, наверное. Ага, Павел Дуров. Ну, не договаривайтесь. Хорошо, Юрий Львович, все-таки давайте вот буквально ваш прогноз закроют, не закроют, не закроют. Закроют, не запретят. Я думаю, что закроют. Ну, так числа к первому отчитаются и закроют. Я чувствую, сейчас прямо вот увеличивается количество пользователей Телеграмма. Я знаю, что я людям говорил, что я пользуюсь Телеграммом, там есть интересные обзоры, есть некоторые наши политические институты, социологические институты ведут сейчас в Телеграмме информацию, и очень интересно, в пользовательском отношении для меня это интересно. Ну, все так ведут и ведут, и не обращают на это внимания. А тут такой резкий всплеск, а какие-то слухи смотришь, а куда это, где-то берут, и что с этим едят. На самом деле, вот я обмениваю впечатлениями с моими коллегами, друзьями, которыми я в Фейсбуке дружу, что сейчас Телеграмм занимает больше времени, чем Фейсбук. Это, наверное, ненормально, а книжки читать. Понятно. Отказываемся от мессенджеров и переходим по старинке. Читаем книжки не в электронном виде. Я книжки читаю в бумажном виде. Листаем страницы. Я даже одну газету не буду называть, ее читают только в бумажном виде. Понятно. Юрий Шлемензон, главный редактор, генеральный директор телеканала «Ранкиров», высказывал у нас свое особое мнение. К сожалению, завершается время программы. До свидания. Всем приятного дня. Особое мнение на 101FM